День воинской славы Не надо, не надо раны бередить, ведь это верно, что устали мы от рассказов о войне, и о блокаде пролистали стихов достаточно вполне. И может показаться правы и убедительны слова, но даже если это правда, такая правда не права. Чтоб снова на земной планете не повторилась той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война, ведь эта память — наша совесть, она как сила нам нужна. Сегодня повсеместно проходят уроки памяти блокадных лет. Звучавшее стихотворение ленинградца-блокадника Юрия Воронова очень точно определяет цель всероссийского мероприятия. Рассказать юному поколению о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. Объяснить, почему люди всего мира считают Ленинград символом стойкости, мужества, удивительной силы духа русского народа. Объяснить, почему необходимо помнить те страшные, те героические годы. В планах немцев было захватить город на Неве в первый месяц войны. Была даже точная дата — 21 июля. На Ленинград двигалось 40 отборных дивизий, 1000 танков, 1500 самолетов, плюс финская дивизия, которая насчитывала 200 тысяч человек. Но только к сентябрю, ценой огромных потерь, враги вышли на подступы к городу. Они все еще рассчитывали на победный марш по Дворцовой площади и пир в гостинице «Астория». Они уже могли рассмотреть золотой шпиль Петропавловской крепости и Адмиралтийскую иглу. На защиту своего города встали жители Ленинграда. В короткий срок ряды солдат пополнило народное ополчение. Женщины и подростки возводили оборонительные укрепления. Были построены 35 баррикад, более 4 тысяч дотов, более 22 тысяч огневых точек. 25 сентября немецко-фашистским войскам пришлось перейти к осаде города. С того дня им уже не удалось сделать ни шагу вперед. 29 сентября был подписан документ неслыханного варварства. Секретная директива немецкого штаба о будущности города Петербурга. В ней говорилось. Фюрер принял решение стереть Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта. Предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты. С нашей стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города. В окружении оказалось около трех миллионов человек. Из них приблизительно 400 тысяч детей. Приказ Гитлера немцы исполняли рьяно. Фашистские артиллеристы сеяли смерть и разрушение. Обстрелы и бомбежки не прекращались ни на один день блокады. Шел месяц май 42-го. Бои, налеты и обстрелы в шквал. А Митька под ступенькой у порога нашел конфету. Кто-то потерял. Стоит и смотрит он на счастье. Забыл и вкус, и даже цвет. Ее бы съесть. Но как же Настя? Сестрица ведь поменьше лет. Зажав конфету в кулаке, Домой летел пацан к малой сестренке. Вдвоем остались лютую зимой. Пусть будет радость у девчонки. Вот поворот, еще, А дальше прямо туда, где был когда-то магазин. Но вместо дома груды камня. Яма. В руке конфета. И один. Один. Всего за период блокады По городу было выпущено Около 150 тысяч снарядов. Сброшено свыше 107 тысяч Зажигательных и фугасных бомб. В результате погибло Около 17 тысяч ленинградцев. Около 34 тысяч Получили увечья. Кто-то очень точно сказал У слова блокада Синонима нет. Блокада Обтянутый кожей Скелет Голод Его костлявой рукой Немцы планировали Сломить город-герой. В одной из бомбежек Была уничтожена Самая крупная Продовольственная база Бадаевские склады. Продуктов в Ленинграде Оставалось все меньше и меньше. А с ноябрьскими морозами 1941 года В город пришел голод. Страшный голод. Везде шла война. Везде умирали люди. Но от голода и холода Умирали только в Ленинграде. Умирали, когда шли на работу. Умирали в очередях за хлебом. Умирали в собственных постелях, Потому что не было сил подняться. Чтобы заглушить муки голода, Люди ели все, что можно и нельзя. Домашних животных и птиц, крыс Варили суп и студень Из столярного клея. В качестве продуктов Потребляли лекарства. Некоторые ездили на то место, Где были Бадаевские склады. Собирали замерзшую землю, Отапливали ее И пили слегка сладковатую воду. Вот страшная статистика Той первой блокадной зимы. В ноябре голод унес 11 тысяч человеческих жизней. В декабре 53 тысячи. В январе 72 тысячи. В феврале 83 тысячи. В марте свыше 110 тысяч Жизни ленинградцев. С первыми теплыми днями Весны 42 года Подрастающим снегом Нашли еще 13 тысяч трупов. За всю блокаду Ленинграда В городе умерло Свыше 640 тысяч жителей. На этом фоне Воспоминания немцев, Которые воевали под Ленинградом, Кажутся просто смешными. Так они описывают Свои военные тябы. В ревиант поступают в подразделения Исключительно в подмороженном состоянии. Для подогрева еды Нет ни времени, ни возможности. Подобно кроликам Грызут солдаты Промерзший хлеб, масло Или колбасу. Такую картину Можно наблюдать на каждом шагу. Если сравнивать с ленинградцами, Которые ежедневно умирали сотнями, тысячами, Такие жалобы Можно считать просто издевательством. Хлеб Какое знакомое, повседневное, родное слово. Это слово мы употребляем наравне с такими словами, Как мама, вода, солнце. Но, к сожалению, мы забыли О важном значении этого слова. О ценном значении этого продукта. Может быть, воспоминание о военном хлебе, О хлебе блокадного Ленинграда Поможет нам вспомнить цену хлеба. А уж ленинградцы эту цену знали. 20 ноября 1941 года Норма выдачи хлеба в Ленинграде Достигла своего минимума. Рабочим выдавалось 250 граммов хлеба в день, Всем остальным 125 граммов. Буханка хлеба резалась на 8 равных частей. Одна восьмая часть, ее еще называли восьмушка или осьмушка, И была дневной нормой хлеба для ленинградцев. К тому же, этот кусочек было трудно назвать хлебом. Темно-коричневая липкая масса, отдававшая горечью. Когда еще оставался небольшой запас нормальных хлебных ингредиентов, То хлеб для воинов и горожан пекли, Смешивая ржаную, овсяную, ячменную, соевую и солодовую муку. Когда запасов становилось меньше, В блокадный хлеб добавляли отруби, Жмых, в том числе льняной, Прогорклую муку, которую доставали В законсервированных складах, Первоначально предназначавшуюся для животных. В самое тяжелое время Блокадный хлеб все меньше стал напоминать собственный хлеб. Пекари делали тесто из целлюлозы, Жмыха, мучной сметки. В Ленинграде распорядились найти Все использованные мешки из-под кукурузной, Ржаной и другой муки. Мешки тщательно вытряхивали, А полученные таким образом остатки Называли вытреской И, конечно, добавляли в тесто. Туда же шли березовые почки, Кора хвойных деревьев. Если была в наличии, Ленинградские пекари использовали коревую От слова корка муку. Откуда ее брали? В Ладоге тонули подбитые фашистами машины, Везшие муку в блокадный город. И специальные бригады Ночью, крючьями, Поднимали из воды мешки с мукой. Если это удавалось сделать быстро, Муку еще можно было использовать По прямому назначению, Подсушив ее. Однако часто она была Уже окончательно испорчена водой. Тем не менее, В дело шла и такая мука. В середине драгоценного Ладожского мешка Некоторое количество муки В сердцевине оставалось сухим, А внешняя промокшая часть При высыхании схватывалась И превращалась в твердую корку. Корки разбивали на куски, Затем измельчали, Перемалывали. Так называемая коревая мука Давала возможность Значительно сократить количество Других малосъедобных добавок К блокадному хлебу. А чтобы перебить запах гнили, В тесто добавляли тмин. Хлеб выдавали по карточкам. Потерять хлебные карточки Было равносильно смерти. Чтобы получить по карточке Причитающуюся тебе порцию хлеба, Люди стояли днями и ночами В очередях, Порой падая замертво. 125 граммов хлеба в тень Это много или мало? Для того времени Этого было достаточно, Чтобы спасти человеческую жизнь. Выжившие ленинградцы До сих пор За благодарностью Вспоминают ленинградские хлебушек. Когда однажды Я горбушку хлеба Оставил на запачканном столе Мой дед сказал Ты знаешь, Что победа Далась нам Очень тяжело в войне. И не сравнить С семью кругами ада И не забыть истории Тех дней, Когда сдержал Народ блокаду Ленинграда Ценою жизни Тысячи людей. Его слова застряли Где-то в горле. Он губы сжал, Но слез не проронил. И я почувствовал Такое горе, Как будто он Не здесь, а где-то был. Когда мне стало Очень стыдно, Я взял Горбушку хлеба Со стола. Мне было За себя обидно, Но я запомнил Дедовые слова. И в час беды И под счастливым небом Вчера, Сегодня, Завтра И вовек Мы дорожить должны И крошкой хлеба. Без хлеба Жить Не может Человек. Особая боль Блокадного Ленинграда Голодающие дети. Город не мог Уберечь детей От недоедания, От истощения. Тем не менее, Для них делалось Все возможное. Так в разгар Самой первой Страшной зимы Организовали Новогодние елки. Для младших По месту жительства, Для старших В трех театрах города. Вот программа Одного праздника. Художественная часть, Встреча с бойцами И командирами, Танцы и игры У елки, Обед. Все было выполнено, Кроме танцев И игр. На них У истощенных детей Не хватило сил. Они не смеялись, Не шалили, Ждали обеда. Он состоял Из дрожжевого супа С кусочком хлеба, Котлетки Из крупы И киселя. Дети ели медленно, Сосредоточенно, Не теряя Ни кружки. Они знали Цену хлеба. Мы знаем Взрослые Свидетельства Чудовищного, До конца Не изученного Явления, Которое Называется Ленинградской блокадой. Воспоминания Дмитрия Лихачева, Записки блокадного Человека Лидии Гинсбург, Блокадная книга Даниила Гранина И Олеся Адамовича, А также Многие-многие Другие. Детских же свидетельств Мало, Но они Есть. Засыпая, Каждый день Вижу во сне Хлеб, Масло, Пироги, Картошку. Да еще Перед сном Мысль, Что через Двенадцать часов Пройдет ночь И съешь Кусок хлеба. Сегодня была Ёлка, И какая Великолепная! Правда, Я почти не Слушала пьесы, Все думала Об обеде. Обед был Замечательный, Дети ели Медленно И сосредоточенно, Не теряя Ни крошки. Они знали Цену хлебу. На обед Дали суп Лапшу, Кашу, Хлеб и Желе. Все были Очень довольны. Эта Ёлка Надолго Останется В памяти. Мама Почти всегда Лежала В полузабытье. Я доставала Свой сбереженный Паёк И скорее Старалась Положить Ей в рот. Масло Разогревало И тоже Ей в рот лила. Она Через Некоторое Время Оживала И узнавала Меня. Сборник Ленинградцы. Он Появился В 2014 Году Благодаря Заведующей Научно-выставочным Отделом Государственного Мемориального Музея Обороны Блокады Ленинграда Ирине Александровне Муравьёвой. В книге Впервые Впервые Представлен Дневник 16-летнего Бориса Капранова Признанный Важным Документом Эпохи Великой Отечественной Войны. Потёртая Тетрадь С пожелтевшими Рассыпающимися Листами На первых Страницах Рисунки Неустоявшийся Почерк Школьника Первая Запись Бойца Противопожарного Полка Бори Капранова Датирована 14 октября 1941 Года В нас нет Боязни к врагу Мы Свыклись С таким Положением Вчера На очаге Поражения Выезжал Восемь раз Взвод Разбит На два Караула Дежурим По 24 Часа 1 января 1942 Года Боря Делает Последнюю Запись В дневнике В комнате Только и слышно Что о еде Люди Все жалуются И плачут Что-то С нами Будет Выживу Ли я В этом Аду Мальчик Не выжил Алена Мухина Выжила Свой дневник 16-летняя Школьница Начинает вести В мае 1941 Года Выпускные Экзамены Первая Любовь Походы В кино Мечты О летних Каникулах И вдруг Война В первые Месяцы Лени Как и большинству Советских Людей Казалось Что Великая Советская Армия Разгромит Фашиста За считанные Дни Однако Время Шло А положение Только Ухудшалось Зима 1942 Унесла Жизни Мамы И тети Девочка Остается Одна Вчера Утром Умерла Мама Я Осталась Одна Хочется Выть Визжать Биться Головой Об стену Кусаться Как же Я буду Жить Без Мамы С каждым Днем Я слабею Все больше И больше Остатки Моих сил С каждым Часом Иссекают Полное Отсутствие Энергии Честное Слово Прямо Смешно Ведь я Не какой-нибудь Инвалид Не старик Или старуха Ведь я Молодая Девушка У которой Все Впереди А между Тем Посмотрю На себя На что Я стала Похожа Безразличный Тоскливый Взгляд Походка Как у Инвалиды Третьей степени Едва Ковыляю Трудно На три Ступеньки Подняться Из-за лишнего Куска Хлеба Там еще Чего-нибудь Съясного Я готова Была Идти Хоть на Край Света А сейчас Я почти Не чувствую Голода Я вообще Ничего Не чувствую А вот Как умирающая Дистрофия Лена Описывает Свою Будущую Сытую Жизнь Я куплю Кило Черного Хлеба Кило Пряников Пол-литра Хлопкового Масла Раскрошу Хлеб И пряники Оболью Обильным Маслом И хорошенько Все это Разотру И перемешаю Потом Возьму Столовую Ложку И буду Наслаждаться Наемся До Отвала Последнюю Запись Обессиленная Больная Девочка Делает 25 Мая 1942 Года Долгое Время Оставалась Загадкой Судьба Ленинградской Блокадницы Удалось Ли Эвакуироваться Из Ленинграда И выжить Удалось Елена Владимировна Мухина Дожила До 66 лет Увидел свет Благодаря Ее сыну Книга Отметила цвета Голубой Зеленый Татьяна Татьяна Восоевич Пережила Войну И скончалась Несколько лет Назад Все эти годы Храня Свои Детские Записи Утром Тревога Через час Еще одна Каждую Тревогу К нам Спускается Много Ребят Бабушек И матерей С детьми Все сидят В коридоре У нас Был не коридор А такая Большая Прихожая В этом доме Максимально Отгороженная От бомб Если не Прямое попадание Там оставили Стулья И 15 человек Могли поместиться Кто дремал Кто читал Книжки Но потом Всем это Надоело Представьте 7-10 Тревог в день На похоронах Брата Была Тетя Люся Я и Толя Вовин лучший Друг и Одноклассник Толя плакал Это Растрогало Меня Больше всего На похоронах Мамы Была я И Люся Вова И мама Похоронены В настоящих Гробах Которые Я покупала На среднем Проспекте У второй Линии Сторож На кладбище Вырвал Могилы За крупу И хлеб Он хороший И был Добр Ко мне Последние Слова Другой Тани Тани Савичевой Жившей В блокаду Как и Таня Васаевич На Васильевском Острове Известны Многим Нашим Современникам Ее Предсмертные Строки В блокноте Где девочка Фиксировала Тяжелые события Фашистской блокады И потерю близких Звучали обвинением На Нюрнбергском Процессе Эта тонкая Тонкая тетрадка Стоит Многих Толстых Книг Пионерка Ленинградка Потрясает Твой Дневник Таня Савичева Таня Ты в сердцах У нас Жива Затаив На миг Дыхание Слышит Мир Твои Слова 28 декабря 1941 года Женя Умерла В 12 утра Бабушка Умерла 25 января В 3 часа 1942 год Лёка Умер 17 марта В 5 часов Утра 1942 1942 Дядя Вася Умер 13 апреля В 2 часа Ночи 1942 год Дядя Лёша 10 мая В 4 часа Дня 1942 год Мама 13 мая В 7 часов 30 минут Утра 1942 год Савичевы Умерли Умерли Все Осталась Одна Таня Документальная повесть О Тане Савичевой И ее дневник На страницах книги Ильи Миксона Жила Была Страна помнила О Ленинграде И ленинградцев 22 ноября 1941 года Хоть толщина льда На Ладожском озере Достигла всего 13 сантиметров По ледовой трассе К Ленинграду Пошли первые Автомашины С грузами Жизненно Необходимыми Осажденному Городу Ее постоянно Бомбили Фашистские Самолеты Она день и ночь Обстреливалась Из вражеских Орудий Машины Уходили на дно Вместе с продуктами И теми Кто пытался Спасти Ленинградцев Эта трасса В донесениях Скромно Числилась Военно-автомобильная Дорога Номер 101 Называли ее И дорогой Смерти На трассе Погибло Тысяча Четыре Автомашины Но ленинградцы Все же Дали ей Имя В которое Вложили Всю свою Надежду И благодарность Дорога жизни Под этим Именем Она и вошла В историю Обороны Ленинграда Дорога жизни Спасла От смерти Многих Ленинградцев Шоферы Вели Свои машины По льду С открытыми Дверями Чтобы При бомбежке Успеть Выпрыгнуть Но все равно Гибли И тем не менее Не отказывались От опасных Рейсов В всей стране Стало известно О подвиге Шофера Филиппа Сергеевича Сапожникова На озере Сапожникова Настигла метель Она лезла Во все щели Особенно Неприятно Водителю Что она засыпала Снегом Ветровое стекло Хоть и медленно Но Сапожников Продвигался К конечнице Верейса Больше всего Беспокоила Опасность Сбиться С пути Он часто Выскакивал Из кабинки И протирая Рукавицы Ветровое стекло Старался Разглядеть Хоть какие-нибудь Признаки Грузовой трассы Кругом Виднились Только одни Сугробы Свидет Стоять Стоять А хлеб Других дождаться А хлеб Две тонны Он спасет Шестнадцать тысяч Ленинградцев И вот В бензине Руки он Смолчил Поджег их От мотора И быстро Двинулся ремонт В пылающих Руках Шофера Вперед Как ноют Волдыри Примерзли К варежкам Ладони Но он Доставит Хлеб Пригонит К хлебопекарне До зари Шестнадцать тысяч Матерей Пойки Получат На заре Сто двадцать пять Локатных Грамм С одной Кровью Пополам В листовках 1942 года Которые немецкие Самолеты Разбрасывали Над нашими Позициями Писалось Ленинград Город мертвых Мы не берем Его пока Только потому Что боимся Трупной эпидемии Мы стерли Этот город С лица земли Это была ложь Осажденный Ленинград Продолжал Жить И сражаться За девятьсот Дней блокады Промышленные Предприятия Город дали Фронту Две тысячи Танков Полторы тысячи Самолетов Десять миллионов Снарядов И мин В Ленинграде Работали школы Библиотеки Театры Музеи Продолжалась Спортивная Жизнь Высшей точкой Спортивного героизма Вызовом Врагу Стал блокадный Футбольный матч Динамо-Зенит Участники Были крайне Ослаблены Истощены Но они играли Чтобы доказать Что город Жив Нас немцы Называют Мертвый город Но где Когда был Мертвым Нужен стих А здесь Сквозь грохот Бомб И лютый холод Он славя Павших Жить зовет Живых Эти строки Поэтессы Ольги Бергольц Ее негромкий Певучий С легкой Картавинкой Голос Ежедневно Звучал по радио Радио для многих Ленинградцев Было единственной Ниточкой Позволявшей Почувствовать Что город живет Стихи Музы блокадного Ленинграда Так называли Ольгу Бергольц Дарили Обессиленным Измученным Людям Надежду Помогали Жить Бороться Из воспоминаний Поэтессы Я думаю Что никогда Больше люди Не будут Слушать стихи Так Как слушали Их в ту страшную Зиму Голодные Опухшие Еле живые Ленинградцы Свидетельством Величия Их духа Останется Эта способность В таком Кошмаре Среди таких Физических И нравственных Терзаний Отзываться На поэзию На искусство В блокадном Что у этого народа Наша благодарность За их боль И страдания Которые Перешли в радость Сегодняшней жизни И только от нас Зависит Сможем ли мы Сохранить Эту память Люди Покуда сердца Стучатся Помните Какую ценой Завоевано Счастье Пожалуйста Помните Ушли далеко Те суровые Дни Но раны На сердце Остались Той страшной Кровавой Жестокой Войны Когда мы Со смертью Встречались Люди Гибли От холода Голода Разве Можно Такое Забыть Шли Бои На Краинах Города Но не смог Враг Его Покорить Блокатный Ленинград Ты прошел Через пламя И ад Сколько Выдержал Ты перенес Город Боли Утрат И слез Блокатный Ленинград Самых Ленинград Блокатный 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 Ленинград Самых Самых Высший Достоин Наград Гордость Слава Российской Земли Город Истина Русской Души Ленинград Блокатный Блокатный Ленинград Ты прошел Через пламя И ад Сколько Выдержал Ты перенес Город Боли Утрат И слез Блокатный Ленинград Самых Высший Достоин Наград Гордость Слава Российской Земли Город Истина Русской Души Ленинград 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 Продолжение следует...